В студии телеканала Север Ольга Руслова, здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» – программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса Собрания депутатов Ненинского автономного округа и в этом выпуске. Депутаты Собрания Ненинского автономного округа на заседании предсессионного комитета обсудили повестку дня предстоящей сессии регионального парламента. Сроки рассмотрения проекта окружного бюджета увеличатся, и депутаты приступили к дальнейшему совершенствованию бюджетного процесса в регионе. Депутаты Собрания Ненинского автономного округа порекомендовали департаменту образования, культуры и спорта почаще бывать в поселениях, чтобы лучше понимать спортивную жизнь на селе. По западу депутат регионального парламента в рабочей поездке посетил населенные пункты округа и встретился с жителями, проживающими на западной территории региона. Далее все подробности. Окружные депутаты предлагают увеличить срок рассмотрения проекта закона об окружном бюджете. Вопрос обсудили в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой. Предложения по совершенствованию бюджетного процесса в Ненинском автономном округе касаются процедуры внесения проекта закона округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение собраний депутатов округа. Рассмотрение принятия проекта в первом и во втором чтениях, внесение поправок к проекту закона и внесение изменений в закон округа об окружном бюджете. В частности, предлагается увеличить срок рассмотрения проекта закона об окружном бюджете до 60 календарных дней, установив дату внесения законопроекта в собрание депутатов округа не позднее 15 октября текущего года. Будет предусмотрен доклад председателя счетной палаты округа или уполномоченного им лица при рассмотрении проекта закона округа об окружном бюджете в первом и во втором чтениях. Как пояснила председатель комиссии Наталья Кордакова, разработка законопроекта вызвана необходимостью уточнения отдельных организационных моментов бюджетного процесса, а также соблюдение сроков принятия официального опубликования закона округа об окружном бюджете до наступления очередного финансового года. Работа над внесением изменений в окружной закон о бюджетном процессе депутатский корпус начал еще год назад. С учетом принятых в июле 2020 года поправок рассмотрение принятия проекта окружного бюджета на трехлетний период проходило в новом формате. Состоялось так называемое нулевое чтение. Впервые проведены депутатские слушания, а работа над совершенствованием бюджетного процесса продолжается. То есть вот эти все, мы считаем, изменения, которые будут внесены, на самом деле улучшат и качество принятия законопроекта, а также позволит более широкому кругу людей участвовать в принятии бюджета, окружного бюджета на последующие годы. Сохранение ненецкого языка и изменение правил рыболовства в собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялось заседание комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. Депутаты обратили внимание, представители профильных ведомств, что мероприятия в округе проводится много, но конкретно направленных на сохранение языка можно перечесть по пальцам. Актуальная проблема – нехватки специалистов, учителей, носителей родного языка. Одним из вариантов решения кадровой проблемы могла бы стать подготовка преподавателей на базе СУЗов. Окончательно решить вопрос по тому, чтобы в нашем социально-гуманитарном колледже появилась специальность, на которой бы обучали педагогов, преподавателей родного языка Ненецкого на территории Ненецкого автономного округа. Для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы эта специальность появилась в перечне специальностей среднеобразовательных учебных заведений. Еще один вопрос, который рассмотрели в ходе заседания комиссии – изменение правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна. В ближайшее время планируется приезд на Риммар заместителя руководителя рыболовства. Об этом он пообещал на пленарном заседании Государственной Думы, что это произойдет. Заместитель руководителя должен приехать. Есть перспективы по решению вопроса по разрешению ловы рыбы в экватории Карской губы. Инициативу рассмотрели на заседании научного совета. Решение было поддержано парламентом. В ближайшее время ожидаем, что в правилах рыболовства появятся изменения, и Карская губа будет включена в Северный рыбохозяйственный бассейн. Жители поселка смогут ловить на законных основаниях рыбу себе на пропитание и предприниматели, соответственно, в промышленных масштабах для того, чтобы ее потом реализовывать. Конечно, это быстро не произойдет. Это будет ни завтра, ни послезавтра. Очень надеемся, что все это случится к следующему сезону. Возможно, актуальный для многих жителей вопрос изменения правил северного рыболовства наконец-то будет решен. В Наринмаре презентовали инвестиционный проект строительства газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол на территории Ненецкого автономного округа. Участие в мероприятии принял председатель регионального собрания депутатов Александр Лутовинов. Компания планирует освоение Кумжинского и Коровинского месторождений, строительство газопровода до поселка Индиго и газохимического комплекса. В инфраструктуру войдут завод по производству метанола и порт для отгрузки сырья на морские суда. По словам представителя Русхима Тимура Султанова, предварительная стоимость реализации проекта – 213 миллиардов рублей. На рабочей встрече детально обсудили реализацию проекта. В частности, компания будет зарегистрирована в Ненецком автономном округе. Как заверили представители компании, жители региона будут трудоустраивать в приоритетном порядке. На вопрос председателя регионального парламента о возможности газификации поселений, которые будут находиться в непосредственной близости от газопровода, представители компании пояснили, что этот вопрос будет обсуждаться. Говоря об итогах мероприятия, Александр Лутовинов отметил, что приход в регион крупного инвестора позитивно повлияет на социально-экономическое развитие округа. При этом компания нацелена на строгое соблюдение экологических требований и требований промышленной безопасности. «Сохранение уникальной арктической природы и защита интересов коренных малочисленных народов Севера, которые ведут традиционную хозяйственную деятельность – наши приоритеты», – подчеркнул председатель. «Безусловно, такой инвестпроект положительно скажется на динамике развития нашего региона». Это связано с дополнительными поступлениями в окружной бюджет. Будут созданы новые рабочие места. А у жителей округа появится возможность получить новую специальность на базе учреждений среднего профильного образования Нарьенмара. В региональном парламенте состоялось заседание комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Депутаты поддержали изменения в окружной закон о порядке назначения и проведении опроса граждан на территориях муниципальных образований Ненецкого автономного округа. В частности, предусматривается возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей. Инициатором опроса могут выступить жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в сети интернет. Депутаты также рассмотрели изменения в закон округа об отдельных вопросах формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного округа. Речь идет об уточнении периода, связанного с введением нового члена в состав Общественной палаты Ненецкого автономного округа. В случае досрочного прекращения полномочий одного из ее представителей, утверждаемых собранием депутатов округа. На заседании прокуратура округа представила законопроект, направленный на приведение отдельных законов округа в соответствии с федеральным законодательством. Он касается лиц, которые замещают государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы и обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Перечень предоставляемых сведений дополняется указанием на цифровые финансовые активы и цифровую валюту. Ряд редакционных изменений предлагается внести в регламент собрания депутатов округа. В частности, регулируются вопросы подготовки к проведению первой сессии нового созыва, введение аудиозаписи на закрытых заседаниях собрания депутатов, изменение состава мандатной комиссии, сроков принятия к рассмотрению проектов законов округа и проектов постановлений собрания депутатов, внесенных губернатором округа или депутатами окружного собрания в порядке законодательной необходимости, а также технические поправки. Меры поддержки усыновителя обсудили в собрании депутатов Ненецкого округа. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комиссии регионального парламента по социальной политике. Поводом для его разработки стало обращение родителей и усыновителей к спикеру регионального парламента Александру Лутовинову с предложением исключить целевой характер предоставления единовременного денежного пособия, которое выплачивается при усыновлении детей. В настоящее время выплата с учетом индексации составляет порядка 539 тысяч рублей, выплачивается поэтапно в течение нескольких лет после усыновления ребенка. При этом средства пособия, выплачиваемые по истечении первого и второго года, имеют целевой характер и могут быть направлены усыновителем на определенные цели. Проект закона с учетом изменений и исключения целевого назначения выплаты денежного пособия будет рассмотрен на предстоящей сессии в региональном парламенте 18 марта в первом чтении. При этом председатель постоянной комиссии Анна Булатова отметила, что между первым и вторым чтением депутаты рассмотрят возможность выплаты единовременного пособия без разбивки суммы по годам. Такая практика существует в других регионах. Например, в Псковской области бесцелевой характер выплаты действует с 2012 года. С учетом этого предложения депутаты рекомендовали администрации округа представить финансово-экономическое обоснование расходов на эти цели. В окружном собрании на заседании постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и спорта депутаты рассмотрели изменения в окружной закон о физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе. Региональные законы о физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе приводятся в соответствие с обновленными федеральными нормами, уточняющими полномочия субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. В частности, конкретизируются полномочия исполнительного органа государственной власти в сфере физической культуры и спорта по установлению возможности участия в организации и проведении на территории округа соревнований среди обучающихся, в том числе в рамках школьных спортивных лиг. При обсуждении вопроса о проведении спортивных мероприятий в муниципальных образованиях спикер регионального парламента Александр Лутовинов обратил внимание, что представителям профильного ведомства следует чаще бывать на местах в поселениях. Аналогичное мнение высказал председатель комиссии Андрей Смыченков, отметив, что выстраивать работу с жителями поселений и работниками учреждений всегда эффективнее, когда созданы условия и реальные механизмы взаимодействия населения и представителей органов исполнительной власти, когда жители могут получить оперативную помощь по различным вопросам. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа прошло заседание предсессионного комитета по вопросам повестки очередной сессии регионального парламента, которая состоится 18 февраля. На очередной сессии окружного парламента депутатам представят доклады региональной общественной палаты и уполномоченные по правам ребенка в Ненецком автономном округе. Они подведут итоги года, озвучат проблемы, которые были решены и предложат рекомендации для органов власти Ненецкого автономного округа. В числе других вопросов поправки в окружные законы, физической культуре и спорте, дополнительных мерах социальной поддержки, о внесении изменений в бюджетные процессы, порядке установления величины прожиточного минимума. Также ряд вопросов посвящен приведению нашего регионального законодательства в соответствии с федеральным, потому что прошли изменения в федеральном законодательстве и, соответственно, мы свои региональные нормативные акты должны привести в соответствие. Например, одно из них касается цифровых валют. Сейчас уже не секрет, что цифровые финансы активно вошли в нашу жизнь, люди покупают биткоины и прочее. Но такое понятие в законодательстве ввели недавно, и госслужащие теперь, и государственные гражданские служащие, и лица, замечающие госдолженности, теперь обязаны отчитываться о наличии, например, цифровой валюты у них. Также вносятся изменения в первом чтении в законодательстве, которое касается социального обеспечения жителей нашего округа. Например, меняются критерии предоставления жилых помещений разным категориям граждан. Здесь идет речь об увеличении, расширении категории лиц, которые могут рассчитывать на эти помещения, либо на компенсацию финансовую, если эти помещения не могут быть предоставлены. И упрощается процедура с тем, чтобы снизить количество отказов, когда люди обращаются в социальную службу за той или иной социальной компенсацией. Также будет рассмотрен вопрос, касающийся изменения регламента собрания депутатов НАУ. Тоже мы упрощаем процедуры, мир меняется. Приходят ВКС и другие процедуры, по которым мы сейчас работаем. Поэтому надо приводить наш регламент уже в соответствии с современным реалием. На предсессионном комитете также рассмотрели вопрос, который ранее обсуждался на заседании комиссии по социальной политике о целевых выплатах усыновителям. По результатам заседания комитета вопрос будет рассмотрен на сессии в первом чтении. Сейчас также происходит обновление нормы. В нынешней редакции этого закона усыновители получают 150 тысяч рублей после усыновления. И дальше, до 18-летия ребенка, они могут получить еще 350 тысяч. Эта сумма делится пополам, на две части. Это целевые деньги, которые можно потратить в соответствии с целями, которые прописаны в порядках к этому закону. Поступило обращение от гражданина с тем, чтобы расширить целевое использование этих денег, добавить. И тут прозвучали разные мнения от депутатов. Они касаются полностью убрать целевое применение этих средств, либо сделать их единовременными. Дискуссия хорошая, все предложения хорошие и конструктивные. Но на момент проведения комиссии не было еще информации о финансовой составляющей, финансовой нагрузке на бюджет в случае принятия тех или иных решений. К комитету эти данные были предоставлены. На комитете депутаты приняли этот законопроект в работу в первом чтении. Соответственно, между первым и вторым чтением уже имея на руках финансовую информацию о последствиях тех или иных решений. Мы продолжим проработать и на следующей сессии примем его во втором чтении. Очередная 34-я сессия собрания депутатов Неницкого автономного округа 28-го созыва состоится 18 марта. Прямую трансляцию сессии смотрите на телеканале «Север» и официальном сайте собрания. Начало трансляции в 10 часов утра. В течение недели депутат окружного собрания Александр Чурсанов встречался с жителями западных сел округа. В своей рабочей поездке он побывал в Ниси, Вижи, Сиоми, Нижней и Верхней Пеши, Волоковой. Основная задача была этой поездки посетить отдельные пожарные посты. Это село Нись, село Ома и село Нижняя Пеша. Кроме этого посетить дизельные электростанции и в целом оценить уровень доступности коммунальных услуг населению сельских населенных пунктов. В каждом населенном пункте депутат провел встречи с населением и личный прием граждан, а также посетил социально значимые инфраструктурные объекты, обсудил с жителями сел основные проблемы населенных пунктов. То, что касается центральных усадеб, так называемых, да, это Нись, Ома, Пеша, жители, практически все, кто обращался, интересуются подключением индивидуальных жилых домов к центральной системе отавления. Вопрос действительно актуальный, важный, особенно этой зимой. Мы видели, какие были крепкие морозы, мы испытали это в городе. Ну а жители села, которые топят до сих пор свои печки углем, соответственно, ощутили на себе все эти радости вдвойне. Особенно тяжело без центрального отопления приходится людям пожилого возраста. Причем сами сельские жители говорят, что готовы платить за подключение к централизованным тепловым сетям и оплачивать последствия услуги ЖКХ за тепло. Поэтому в ближайшее время я направлю запрос в администрацию муниципального района за Полярный район и, соответственно, Севережилкомсервис, это теплоснабжающая организация, о запросах о планах, перспективах в ближайшее время, какие дома они планируют подключать, где планируют подключать, какие проблемы есть в данном направлении. Поэтому я знаю, что по некоторым сельским населенным пунктам у Севережилкомсервиса есть проекты, где-то этих проектов нет. Поэтому нам необходимо определить, какие котельные необходимо где строить, сколько для этого необходимо финансовых средств. Я думаю, что все-таки вот эту задачу мы должны выполнять. Жаловались сельчане, депутату и на качество интернет-связи. Низкую скорость по сравнению с окружным центром. Жители села Несь, они собрали письмо, подписали письмо, собрали подписи, больше ста человек. Написали они в Ростелеком, хотя провайдером является у нас Ниньская компания электросвязи. Есть вопросы, конечно, ну, нужно сказать, что и НКС эти вопросы решает, но жители сел все-таки, они общаются с городом, они знают, какие тарифы у нас, какая скорость у нас, да, и какие тарифы у них, то есть, ну, здесь необходимо разбираться. Это вопрос на контроле, и с Владиславом Владимировичем Песковым мы его отрабатывали, и в рамках комиссии по бюджету мы этот вопрос рассматривали. Также жители западных поселений беспокоят отмена льгот для пенсионеров и студентов на перелет по тарифам, которые предлагает 2-й Архангельский объединенный авиаотряд. Этот авиаперевозчик осуществляет перелеты между поселениями и Архангельском, что для населенных пунктов, расположенных на Западе, удобно. До весны 2020 года людям высокого возраста и учащимся высших учебных заведений предоставлялась скидка 20% на билеты. Еще один вопрос в повестке депутатской поездки по селам – это проверка работы пожарных постов и наличие специальной техники для тушения пожаров. На сегодняшний день, конечно, существует ряд вопросов. Это и по материально-техническому оснащению этих постов, и по количеству тех водителей пожарных, которые там несут службу, так скажем. Это, конечно же, вопросы по содержанию техники. То есть на сегодняшний день у этих постов своих боксов нет. Они их арендуют либо у Север-Желкомсервиса, нижняя пеша – это бокс аэропорта. Но я побывал во всех этих постах. Я скажу, что они, в общем-то, не соответствуют тем нормам, которые предъявляются хранению пожарной техники. Это точно. В 2020 году в 11 поселений Ненецкого округа были доставлены модульные здания для здравпунктов. Они были закуплены в рамках реализации регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи – национального проекта здравоохранения. Размещение же модульных конструкций здравпунктов на территории ряда сел не устраивает местных жителей. В частности, в Пешском сельсовете это Волоковая и Верхняя Пеша. Вот все хорошо. Поставили новое ФСЗП здание, но место выбрали неудачное. То есть жители на встречах что Волоковой, что Верхняя Пеша сказали, что есть более удобные места и для посещения этих здравпунктов. И с точки зрения весенней распутицы, осенней, там будет не очень удобно их использовать. Поэтому с главой мы этот вопрос обсуждали, обсуждали с жителями. Муниципальные образования сейчас будут оформлять новые участки. И в случае их оформления мы будем отрабатывать с профильным департаментом возможность переноса этих здравпунктов. Так как они не являются объектами капитального строительства, они, так скажем, на санях, эти модули, я думаю, что их можно будет перевести. Один из самых острых для села вопросов – это доступность топлива. Это, конечно же, бензин. Мы знаем эту проблему и знаем, что порой стоимость бочки бензина доходила до 26 тысяч, то есть 120 рублей за литр. Представьте себе, да, если в городе такая цена была. В этом году мы будем выходить с законодательной инициативой о возможности внесения изменений в бюджетный кодекс, так как, как мы знаем, бензин был отнесён к подакцизным товарам. В общем-то, субсидировать доставку его на сегодняшний день нельзя. Но мы уходим с инициативой от нашего собрания через парламентскую ассоциацию Северо-Запада России с тем, чтобы труднодоступные сельские населённые пункты, стоимость доставки можно было субсидировать поставщикам. Депутат окружного собрания Александр Чурсанов также планирует посетить в ближайшее время посёлки Индиго, Шойно и Бугарино. Традиционно в первый день весны по старому стилю, 14 марта, прихожане Богоявленского кафедрального собора отправляются в Пустозерск, чтобы совершить молебен на месте, где раньше располагался один из храмов, канувшего в лету городище. В крестном ходе традиционно принимают участие представители законодательной власти. Каждую весну белое снежное безмолвие Пустозерска нарушается молитвой. Сюда идёт крестный ход. Сначала по реке на треколах, снегоходах и воздушной подушке, потом, утопая в нехоженном снегу по сугробам заповедного Пустозерска, прихожане Богоявленского собора идут к намеченной цели. Среди постоянных участников крестного хода представители всех уровней власти. Когда мы говорим о скрепах, это прежде всего духовные скрепы. И поэтому здесь надо уже каждому, ну, наверное, не просто говорить об этом, а просто исходить в своих поступках, желаниях, наверное, именно из этого. Не просто нужно верить в Бога, нужно ещё и уделять свою часть времени с тем, чтобы можно было пообщаться, соприкоснуться, поговорить о любви к ближнему, с тем, чтобы можно было прийти сюда с детьми и передать вот это наше великое веру в Бога, с тем, чтобы каждый был сопричастен. Согласно традиции, крестный ход проводят в первый день православной весны, 14 марта, на городище Пустозерск, первого города Русской Арктики, основанного в 1499 году. На том самом месте, где раньше располагался соборный храм, преображение Господня проходит молебен. Дата 14 марта память святой мученицы Евдокии по православному календарю и начало весны по старому стилю выбрана не случайно. Православные в этот день отмечают прощённое воскресенье, окончание Масленичной недели, сразу за которым последует один из самых строгих постов. И ощущаем, что должны быть достойны этого великого зребия, чести и пути, которым идёт в Великой России, неся истину Божию, свет, добро, а в наше время неся это сокровище духовное всему миру, который так оскутил этими насущнейшими добродетелями, без которых не может быть человеческий род. С праздником! И, как всегда, какой бы пасмурной ни была в этот день погода, какие плотные облака не закрывали бы небо над Пустозерском, после молебна вышло солнце. На сегодня это вся информация за развитием событий. Следите в эфире телеканала «Север». Редактор субтитров А.Семкин